В акушерском отделении университетской клиники Казанского федерального университета у 39-летней пациентки, принесшей лапароскопическую сакровагенопексию, родился ребенок. Мы имели достаточно уникальный случай. У молодой женщины была проведена эта операция сакровагенопексией, и тогда никто не подразумевал, что она будет беременна. Но молодая женщина, на то она и молодая женщина, что все-таки случилось такое счастье, она забеременела, и перед врачами стала непростая ситуация, как дальше решать эту проблему, то есть как выносить ее беременность и как ее родоразрешить. Лапароскопическая сакровагенопексия – реконструктивная операция с применением синтетических материалов, направленная на устранение опущения органов малого таза. К ослаблению мышц приводят родовые травмы, большое количество родов, опухлевидные изменения органов, ожирения, тяжелые физические нагрузки. И вот на сегодняшний день вот эта операция, лапароскопическая сакровагенопексия, она, во-первых, малоинвазивная, она позволяет сделать операцию с минимальной травмой для женщины и обеспечивает очень хороший исход. Другой вопрос, что сама по себе операция очень сложная. Операцию выполнили врач-акушер-гинеколог университетской клиники КФУ Евгений Юпатов и врач-акушер-гинеколог университетской клиники КФУ Жанна Федянова. Участие в операции также принял заведующий гинекологическим отделением Центральной городской клинической больницы номер 18, ассистент кафедры акушерства и гинекологии КГМА Александр Зайцев, выполнивший женщине в 2019 году лапароскопическую сакровагенопексию. На 40-й неделе беременности женщине выполнили кесарево сечение. Операция прошла успешно, на свет появился здоровый мальчик. После восстановительного периода по желанию женщина вновь сможет трогить ребенка. Кристина Надершина, Ленар Довлетьяров, Универ Ньюс. Субтитры создавал DimaTorzok